Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Осень. Осень. Природа показывает нам, да? Прекрасная с одной стороны, с другой стороны грустная осень. Дубы, которые еще не дольше всех держат листву. Березы, которые уже облетели. Осень. Это, что это можно сказать? Зрелость или уже старость, да? Ну, наверное, ранняя осень это период зрелости, когда человек, к примеру, прошел свой путь и оценивает то, что он прошел. О чем-то жалеет, что-то чувствует, что надо еще что-то успеть сделать. У него еще есть время на это. Поздняя осень. Это уже период, ну, как бы такой старости. Тоже она у всех разная. У кого-то много сожалений, что жизнь проскочила, пролетела очень быстро. Кажется, что она долгая. На самом деле, друзья мои, вспомните, еще недавно вы ходили в детский сад, может быть, играли в какие-то любимые игрушки, машинки, зайчиков, белочек. А сейчас вы уже старик. Сейчас уже понимаете, что большая часть пройдена. И часто это вызывает грусть, что я не успел. Когда вы все успеваете, когда вы живете осознанно, для вас это ощущение хорошей, выполненной работы. Когда вы живете неосознанно, тратите свою жизнь впустую, для вас это ощущение того, чтобы попусту прошли. И что в следующем воплощении вам, ох, как надо много работать. Итак, друзья мои, осень, осень, осень патриарха, хочется сказать. Действительно, в эту осень произойдут изменения. Но сейчас мы поговорим совершенно о другом. Женя Соколовский. Помните такой человек, который когда-то нашел меня, пришел в мою жизнь, просил советов, просил энергии. И все, что мог, я ему дал. И человек, который был офицером, офицером полиции, офицером центра Э, борьбы с экстремизмом, то есть как бы псом режима, таким самым, самым таким псом. Но он отвергал систему. И система выкинула его, выкинула его в звании майора, выкинула из себя. И оставила на нем следы печати. И это начало его разрушать. Привело к тому, что, ну как бы его жизнь, его здоровье начало разрушаться от этого. Он пытался найти, пытался скинуть, пытался пройти по духовному пути. Что-то у него получилось, что-то нет. Много гнева, много злости, много черноты. Он хотел изменить систему, он не принимал ее. Но, ну система в конце концов, наверное, скажете, победила его. Нет, не победила его дух. Просто, просто он ушел. Мы встречались с ним в июне месяце. Он приехал ко мне больной, несчастный, ищущий, понимающий, что ему осталось недолго. Я пришел за ответами, за тем, что ждет его. Убедиться в том, что не зря, не зря он прожил этот путь. Много гнева было в нем. Я снял печати, какие мог, взял на себя, переработал их. Но, так или иначе, это не остановило. Чуть, чуть, может быть, оттянуло момент ухода. И он ушел не так давно. После приезда ко мне он встрепенулся. Он начал вести, ну, на ютубе открыл канал Евгений Соколовский. Он играл на пианино, пел песни. Он ходил, пытался помочь людям бездомным в городе Воронеже, где он проживал. Да, это дало ему толчок. Как он попытался сделать в этот период, которым остался, максимум того. Свой талант. Человек, который играл на расстроенном пианино, но пел искренне. Пел блатные песни, но чувствовалась в них душа и сила. Поэтому слезы наворачивались. Евгений Соколовский. Да, вот в тот момент, друзья мои, завязался узел. Ну, конечно, не в тот момент завязался узел. Когда, ну, некая, так сказать, гражданка Пальмира вдруг начала нападать на дядюшку мистика. Ну, информационно, энергетически. И, ну, нападать на канал. На канал, пытаясь погубить пророчество, что вот-вот, вот-вот этот зловещий канал, мистический путь. И все злодеи на нем, в том числе и мистик, подохнут, погибнут. Но в этот момент Евгений, Евгений возмутило это. И он выпустил видео. Видео не очень хорошее, да. Злое видео. Злое видео, ну, как мог, да, что наполняло его. Он в тот момент сказал, это плохие слова, наверное. Да, не слова духовного человека. Но это не так важно. Главное, посыл этот, да, он возмутился вот этой чернотой. Кто такая Пальмира, да? Пыль. Пыль на самом деле. Пыль вселенной. Но... Это... Сделала... Завязала узел. Завязала узел. Евгений ушел. И заметьте, Пальмира в этот момент вообще перестала выпускать какие-то видео. Да. Все-таки как некую задачу свою она начала выполнять. То есть его дух как свои некие выполненные задачи воспринял ее как врага. Ну, еще некоторых нет. Не только Пальмиру. Вот, да, там тех людей, которые вы не знаете в Воронеже. Тех злодеев, которые унижали, обижали людей. Женя так воспринял как то, что он не успел в этой жизни сделать. И вот этих злодеев наказать. Наказать силой своей. Силой души своей. Завязал он, конечно, узлы эти. Завязал. Будет ли, конечно, плохо этим людям. Да, конечно, конечно, будет. Потому что печати поставлены. И Пальмиру он утянет в... Туда, куда ей место, да, в Нижние миры. И еще тех людей, которых вы не знаете, тоже они уйдут. Это он воспринял как задачу. Я сожалею об этом. Сожалею. Я говорил с его духом. Но то, что решено, да, то, что нерешенные задачи, то, что он не смог сделать в этой жизни, наказать кого-то, злодеев, по его мнению. Он эту задачу начал выполнять при уходе. Это его путь, его решение. Поэтому сожалеть я сожалею, но принимаю это. И, конечно же, освободившись от этой чувства несправедливости и мести, которое он... Он очистит свою душу и воплотится здесь, еще в этом мире. Это произойдет достаточно скоро. Его дух здесь. И я как могу поддерживаю его. Не поддерживаю его желаний утянуть, убрать из этого мира тех людей. Всех мерзавцев не перебьешь. Это пробовали сделать многие, но это его опыт. Он попробует это, завяжет узлы. Возможно, он встретится опять же с этими людьми, с этими душами еще в других обстоятельствах. Вот они, кармические узлы. Ненависть, обида. Желание что-то сделать. Правильно, неправильно. Выбор каждого. Женя Соколовский. Хороший. Может быть, в чем-то слабый, в чем-то сильный дух, который до конца боролся, до конца был. Ну, хотя смерти нет, друзья мои. Он сейчас здесь. Он уже, конечно, не Женя Соколовский. Он уже... Не скажу, что это вольный дух. Нет, не вольный. Еще вот это месть и несправедливость кипит. И он сейчас, он дух неуспокоенный. Он воплощает эту задачу. Он душит Пальмиру. Он душит еще тех людей, которых вы не знаете. Он доведет эту задачу до конца. Можно ли его остановить? В этом нет необходимости. Каждый получит свое. Каждый получит свои уроки. Поэтому вспомните Женю Соколовского и пожелайте ему его душе найти спокойствие и воплотиться здесь. Потому что его путь это в этом мире, в мире человеческом, где он еще не преодолел все страсти. В этом нет ничего плохого. Но чтобы он пришел уже буквально в ближайшее время более осознанным, более чистым. и передал свой опыт и нам, и, может быть, еще кому-то. Все, драгоценные мои друзья, печаль и осень. Осень у каждого из нас. Для Жени Соколовского осень уже прошла. Она была для него в начале, да, в августе. Его осень и его зима. Для каждого из нас она наступит в свое время. И сожалеть об этом не стоит. Это путь, который мы идем. Каждый из нас, каждая душа. Жени Соколовский, душа его была связана со мной. Я не буду рассказывать те истории сейчас, потому что сейчас ни время, ни место. Много прошло. Печаль и радость. Вот что охватывает меня. Я понимаю, что он пройдет свои уроки, потому что, несмотря на какие-то... Есть в нем сила. Система. Система отравила его. Система. Забрала его. Раньше времени. Возможно. Хотя, кто устанавливает время? Сама душа. Когда уйти, когда прийти. Все, драгоценные. Пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok